Итак, насколько большая часть человеческой жизни является результатом прошлой кармы? Являются ли несправедливость и нечестность, с которыми человек сталкивается в своей жизни, результатом его прошлой кармы? Если да, то принимаете ли вы эти несправедливости и находите ли утешение в понимании, что карма очищается, даже если это выглядит пагубным для нашей жизни во многих отношениях? «Саманта, ты уже достаточно взрослая. Я не говорю, что ты старая. Взрослая. Ты до сих пор ожидаешь, что мир будет к тебе справедлив?» Поэтому я и задаю этот вопрос. Могу ли я винить в этом свою прошлую карму? Вот о чем я спрашиваю. «Я хочу, чтобы мир был ко мне справедлив». Это утверждение школьницы. К своему возрасту ты уже должна знать, что мир несправедлив. И он не будет к тебе справедлив. Но если ты заглянешь глубже в себя и ощутишь вкус жизни, не вкус мыслей и эмоций, а жизни, которой ты являешься, то увидишь, что жизнь не только справедлива, она невероятна. Ты хочешь, чтобы жизнь была справедливой или невероятной. Ты должна решить. Я заметила, что за пределами материального эго сейчас широко распространено... Кто такой этот эго? Твой друг? Оно повсюду. А в моей индустрии особенно. Итак, помимо материального эго, я заметила, что сейчас широко распространено духовное эго. Я встречаюсь со многими людьми, которые находятся на духовном пути. Я не права, садгуру. Они считают себя выше тех, кто не находится на духовном пути. Что бы вы посоветовали людям, чтобы они не стали жертвами этого нового духовного эго? Сначала поговорим об этом эго, хорошо? Если ты покажешь мне, где оно находится, я исправлю его прямо сейчас. Хотела бы я знать, где. Оно появляется внезапно. Итак, ты не знаешь, где оно. Дело вот в чем. В определенные моменты... Ты прекрасна как человек, как женщина. Ты красивый и замечательный человек. Прости, я не хотел сказать, что ты красива только в определенные моменты. Ты всегда красива, но в некоторые моменты ты замечательна. Иногда ты можешь быть неприятной. Такое же возможно. Всякий раз, когда ты отвратительна, ты говоришь, это мое эго. Почему бы не сказать, это я. Иногда я бываю восхитительно, иногда отвратительно. Если ты поймешь это, то отвратительная часть начнет сокращаться. Но если, когда ты отвратительна, ты говоришь, это мистер эго, и ты не знаешь, где он находится, нет ни его адрес, ни удостоверения личности, ты не знаешь его номер телефона, как же тебе его исправить? Так происходит в жизни каждого, потому что таков духовный жаргон без духовности. Это есть повсюду, но в Индии особенно. Поскольку история духовности насчитывает у нас 15-20 тысяч лет. Так что мы знаем все термины, что такое атма, парматма, одно, другое, аханкара. Мы знаем все. Но это только слова. Только слова. Поняла? Мы можем жонглировать этими терминами и сильно запутывать западное население. Потому что, если вы приедете сюда, они будут тараторить мукти, шакти, одно, другое, барафировать терминами. Я знаю многих людей, которые уехали и основали духовные центры на Западе, особенно в Америке, зная всего одну мантру. Только одну мантру. А сатамасадгамая, с помощью нее они всем и управляют. К сожалению, духовность в некотором смысле пришла к этому. Это произошло, потому что в обществе есть потребность, а источников недостаточно. Поэтому люди производят ее тут и там. Это произошло 15-16 лет назад. Я был в Соединенных Штатах. И кто-то в нашем офисе сказал, «Сатгуру, знаете ли вы, что каждый день 100 тысяч человек набирают в поиске слово «духовность»?» Я сказал, «Неужели? Ну-ка посмотрите, что там появляется в поиске. Есть ли мы тоже в этом списке?» Они набрали слово «духовность» и первое, что появилось – «спа» в Мексике. Ты там была? Нет, я там не была. На втором месте – девушка по вызову в Северной Калифорнии. Она освоила поисковую оптимизацию и во всем контенте использовала слово «духовность», «духовность», «духовность». Она указала его 108 раз на своем сайте. Вы вводите «духовность», она появляется под номером 2. Я подумал, что это позор. На протяжении тысячелетий за духовностью люди обращали свой взор на восток. Восток – значит Индия. Поэтому я сказал, что мы должны основать духовный портал. Если люди ищут духовность, то они должны устремить взгляд в сторону Индии, потому что это одна из культур, которая уделила максимальное количество времени. Максимальное количество времени исследованию человеческого сознания, механики человеческой системы, как вот это функционирует на поверхности, а также его глубинную суть, как функционирует вот это, что мы можем с этим сделать. Все это было исследовано. Я не говорю это из-за моего индийского происхождения. Я говорю это, пристально посмотрев на мир. Нигде больше эти аспекты не были исследованы настолько детально. Поэтому я сказал, что мы должны открыть духовный портал. Индия – духовный портал. Должен вам сказать, что 15 лет назад я не встречался ни с одним гуру в этой стране. Я их не встречал, поскольку был занят своим делом. Я никогда не думал, что мне нужно идти и искать кого-то. Я ни разу не посетил ни одного ашрама. Я подумал, хорошо, я попытаюсь. Я начал делать телефонные звонки. На эти звонки была хорошая реакция. Тогда я начал посещать определенных людей, собирать их вместе. На этой встрече у нас было 125 гуру. Мы договорились. Никто не говорит о своей философии. Все держат ее при себе. Это просто встреча. Она для того, чтобы обсудить, как можно улучшить ваш ашрам или центр йоги, или что бы то ни было. Мы научим вас менеджменту, научим вас брендингу, научим, как создать веб-сайт, как преподнести себя международному сообществу. Вашу философию мы не трогаем. Вы не трогаете мою, я не трогаю вашу. Вы занимаетесь своим делом. Потому что в этом красота нашей культуры. Она может существовать в сотнях и тысячах разных форум. И мы ничего не имеем против. Итак, когда я этим занимался, то встретил много замечательных людей. В то же время, мне больно это говорить, но я обнаружил, что, по крайней мере, в 60-65% случаев, если я захожу в аэропорт или на поле для гольфа, то встречаю лучших людей, чем в так называемых духовных центрах. Потому что там избыток жаргона. Но нет сердца, нет глубины, нет проникновенностей. Просто одна мантра, одна чепуха, одна философия, которую они где-то вычитали. Так все это крутится. Это должно измениться. Поэтому, чтобы донести до людей эту глубину, по мере того, как они приближаются ко мне, я становлюсь все жестче и жестче. С теми, кто очень близок ко мне, я чертовски суров. Да. Просто потому, что привнести целостность в духовность очень непросто. Потому что, как только люди становятся немного духовными, вы назвали это духовным эго. Я называю это духовным воздухом. Они наполняются духовным воздухом. В их голове появляются пузырьки. И внезапно они начинают вести себя смешно. Они начинают говорить о том, чего они существуют, обо всякой ерунде, которую никто не понимает. Если вы что-то говорите, любую чепуху, люди должны понимать вас. Иначе какого черта вы говорите? Ведь цель речи – сделать так, чтобы люди поняли, что вы хотите сказать. Нет, если я говорю то, чего вы не понимаете, я становлюсь большим, а вы крошечными. Это бессмыслица продолжается слишком долго. Итак, вся эта духовность, как таковая, к сожалению, переживает тяжелые времена. Но постепенно ситуация улучшается, потому что среди людей растет жажда. Я должен признать, что 40 лет назад, когда я только начал проводить программы в внутреннюю инженерию, в разных ее формах, 85% людей приходили на нее только из-за проблем со здоровьем. Только 12-15% приходили, чтобы узнать что-то. Сегодня более 90% людей приходят, потому что хотят что-то узнать или что-то испытать. И только 8 или 10% приходят из-за проблем со здоровьем, что является значительным изменением в человеческом сознании. Что касается этой истории с эго, нам необходимо прояснить, внутри тебя только один человек или два? Я думаю, что один. Думаешь, что один? Я становлюсь на одном. Один? Это значит, что ты индивидуум. Слово индивидуум происходит от слова indivisible, неделимый. Это означает, что тебя невозможно разделить далее. Это хорошо. Ты индивидуум. Если бы тебя было две, это бы означало, что у тебя либо шизофрения, либо ты одержима. Психиатр или экзорцист? Я получила свой ответ. Понадобится либо психиатр, либо экзорцист. И так крайне важно, чтобы все усвоили, не надо говорить об атме, парматме, об эго и прочем. Вы индивидуум. Какой именно? Прекрасный или отвратительный? Вот на чем вам нужно сосредоточиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода for now. Продолжение следует...